Реализация партийного проекта «Единая Россия. Народный контроль» сегодня стала главной темой видеосовещания под руководством замгубернатора Ямала Владимира Владимирова. Последние два месяца во всех городах округа контролеры активно набирали материалы, вот сегодня подвели итоги и расставили акценты в своей работе. Главный куратор проекта депутата окружного ЗАГС Собрания Людмила Иванова подчеркнула, что в основе деятельности контролеров лежат законы о защите прав потребителей и об основах госрегулирования торговой деятельности. И что при проверке особое внимание контролерам надо обращать на сроки годности товара информацию на ценниках. Кроме того, она призвала фиксировать нарушения на фото и видеокамеры для того, чтобы потом фактический материал передать в Роспотребнадзор и далее в судебные инстанции. Депутат подчеркнула, что запреты предпринимателей на фото и видеосъемку в магазинах неправомерны и что в течение 10 дней народный контроль должен проверить, как исправили нарушения нерадивые предприниматели. Добавлю, в ноябрьске в 2013 году народный контроль провел уже 7 рейдов, проверил 26 торговых объектов и у 8 предпринимателей были выявлены нарушения. К сожалению, ряд постановлений 10-19 ограничили органы госвласти в сроках, в количестве проверок. Я говорю по сожалению, потому что они недобросовестные наши партнеры, предприниматели пользуются этим. Ограничения по началу входа в новое предприятие трехлетнее, ограничения не более 1 раза в 3 года проведения проверок, они немножко у нас начинают, скажем так, принимать другие мероприятия. Продолжение следует...